МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чиновники не должны появляться на премии Рунета при галстуке. Провинившиеся сдавали аксессуар самому Плющеву. И галстуков на его шее накопилось немало. Премии вручали интернет-проектам в семи номинациях. Государство и общество, культура и массовая коммуникация, наука и образование, экономика и бизнес, здоровье и отдых, технологии и инновации, учительский интернет-проект. Математический сайт «Софтлайн». Отдельно награждались номинанты, победившие в рамках народного голосования. Обладателями премии стали самые разные проекты. От официальных СМИ до частных, серьезных и не очень, порталов. У нас сайт не заканчивается на точку.ру. Мы заканчиваемся на ком, но при этом мы абсолютно считаем себя частью Рунета. Одно дело себя считать самими частью Рунета, когда тебя признают частью Рунета и когда тебя еще не награждают. Это просто совершенно действительно... Я очень доволен. Проект «Карта помощи» — это координационная платформа, которая помогала людям найти, кто нуждается в помощи во время пожаров. И, соответственно, благодаря существованию этой платформы оказание помощи среди всех тех волонтеров и добровольцев, которые были в интернете, было более эффективным. Мы здесь с проектом «За вода». Это сайт, в котором мы хотели собрать все мировое знание о воде. Такие задачи у нас, в общем, глобальные, но я надеюсь, что со временем мы приблизимся к выполнению нашей задачи. Организаторы отмечают, что с каждым разом определять лауреатов становится сложнее. Рунет растет и развивается. А призеры 2010 готовы претендовать на премию Рунета и в будущем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова